В Щелковской областной больнице в хирургическом корпусе в реанимационном отделении появилось четыре новых аппарата для искусственной вентиляции легких, которые помогут спасти не одну жизнь. В реанимацию люди поступают, как правило, в крайне тяжелом состоянии. И, конечно, им прежде всего необходима оперативная, высококвалифицированная медицинская помощь. Но помимо профессионализма врачей, немаловажным является и специализированное оборудование, помогающее стабилизировать состояние пациента. Наше отделение оснащено достаточно современной аппаратурой. Это мониторами-слежениями, аппаратами искусственной вентиляции легких, а также современной наркозно-дыхательной аппаратурой. На сегодняшний момент в отделение поступило четыре новых аппарата искусственной вентиляции легких. Феррэмаджерик, это Германия, это аппараты ИВО премиального уровня. Всего отделение анестезиологии и реанимации рассчитано на шесть коек. Здесь проводят лечение пациентов с различными заболеваниями хирургического и терапевтического профиля, перитонитами, тяжелыми травмами, желудочно-кишечными кровотечениями, а также тяжелой дыхательной недостаточностью и острыми нарушениями мозгового кровообращения. В зависимости от того, с чем поступает, например, с дыхательной недостаточностью, либо с сердечно-сосудистой недостаточностью, в зависимости от этого мы и определяем первоочередные мероприятия. Оцениваем функцию дыхательную, может ли пациент самостоятельно дышать, требуется ли ему кислородотерапия. Также реанимационное отделение Щелковской областной больницы участвует в федеральной программе «Открытая реанимация», которая позволяет родственникам посещать больных в круглосуточном режиме. При необходимости, если есть желание, можно ухаживать и просто приходить посещать. Это дает возможность как пациентам быть в более комфортабельных условиях, так и родственникам быть достаточно информированы о состоянии больных. Стоит отметить, что в ближайшем будущем в отделении планируется появление оборудования для экстракорпоральной очистки крови и расширение отделения по терапевтическому профилю еще на 6 коек.